Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж очень поменялся в худшую сторону, не обращая внимания, не звоним друг другу, как будто стали чужими, живя под одной крышей, что делать мне? Ну, я думаю, что в первую очередь нужно постараться восстановить хронологию событий. Если честно, потому что вряд ли ситуация, которую вы описываете, происходила моментально. Моментально и как-то вот на ромном месте. Я думаю, что это происходило все же как-то постепенно. Ну вот, я думаю, что это происходило в результате ваших обоюдных решений и обоюдной модели поведения, я так думаю. И я думаю, что вы, равно как и ваш муж, конечно, внесли определенный вклад в то, что происходит прямо сейчас. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно постараться для себя увидеть, что делала я. Понимаете? Ведь, а, не знаю, замечаете вы или нет, но вы пишете о том, что изменился муж в кучу сторону, и он не обращает внимания, но не звоните друг другу, вы оба, и вы же оба в этом смысле, как вы говорите опять же, стали друг другу чужими. Я думаю, я думаю, что есть ваша активность в этом, я думаю, что есть ваше прямое участие в этом. Я думаю, что задача психолога заключается в том, чтобы вам помочь, чтобы вам помочь увидеть, что вы чувствуете прямо сейчас к своему мужу, например. Как вы хотите, если хотите, по отношению к нему себя проявить и проявлять. Если хотите это делать, если хотите, то психолог может вам в этом помочь. Но не искать в этом смысле просто виноватых, да, и говорить, что вот это все из-за мужа, вот муж изменился в кучу сторону и так далее. Попробуйте, например, ответить себе на такой вопрос. Насколько хорошо вы знаете своего мужа, да, то есть вот. Насколько хорошо вы знаете, допустим, то, что ему нужно, насколько хорошо вы знаете то, что он хочет, вот. Насколько хорошо вы отслеживаете какие-то изменения, которые у него могли произойти в жизни. И что послужило, ну, какой-то вот, каким-то, значит, какой-то причиной для его изменений, да, для его, ну, перемен и так далее, вот. Потому что это все очень важно вообще-то, да, вот, и этому всему вообще-то очень важно уделять внимание. Дальше. Конечно, 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 очень нехорошо, если вот ваш муж, да, перестал уделять вам внимание. Ну, давайте попробуем подумать, а как это то, что муж перестал уделять вам внимание, да, на вас может влиять, вот. Какой вы в этом себя чувствуете? Я имею в виду в том, что муж перестал уделять вам внимание. Чувствуете ли вы себя, например, брошенной, ну, в этой ситуации, вот. Чувствуете ли вы себя, не знаю, ненужной ему? Чувствуете ли вы, что вам некуда деваться? Ну, то есть, ну, то есть, вот, такой, как бы, западне вы себя можете ощущать, да, вот. А может быть еще какие-то есть аспекты, на которые мне бы хотелось, чтобы вы обратили свое внимание. И вот из всех этих аспектов, да, на мой взгляд, и будет вырисовываться общая картина того, что вы можете сделать. Ну, конечно, еще очень важна цель. То есть, вот вы их спрашиваете, да, что делать. А что делать, для чего? Что делать, чтобы что? То есть, вы хотите, чтобы муж ваш, например, поменялся, вот. Вы хотите, чтобы он вел себя по-другому как-то, например. Или, может быть, еще какие-то, ну, может быть, еще чего-то вы хотите, вот. Давайте попробуем, попробуем тоже сформулировать цель, вот. Потому что, я надеюсь, вы понимаете, что нам знакомые люди, коими сейчас для вас мы являемся, не могут указывать вам, что делать, да. Они могут указывать вам, в общем и целом, как себя вести. Вот. Это было бы, наверное, не совсем правильно. Вот. С точки зрения, ну, вообще, с точки зрения любой. Потому что, все-таки, вы взрослый человек. Вот. Тем не менее, тем не менее, я прекрасно понимаю, что вам нужна помощь. Вот. Я прекрасно понимаю, что вы хотите помощи. Я прекрасно понимаю, что вам, ну, может, как-то, ну, казаться, что у вас ничего не получается. Вот. И я прекрасно, прекрасно это, прекрасно это понимал. Вот. Тем не менее, я думаю, что наиболее, наиболее правильным решением здесь будет помочь вам, самой найти такой путь, который бы подошел, ну, подошел бы лично вам. И чтобы вот это сделать, на мой взгляд, нужна психотерапия. То есть, индивидуальная работа со психологом. Вот. К сожалению, я бы, ну, я бы не сказал, к сожалению, что здесь есть, вот, какие-то еще другие варианты. Потому что, если, ну, прямо сейчас мы начнем говорить вам, что делать, то вполне может быть такая история, что вам это просто не пройдет. Потому что у вас, ну, своя ситуация, у вас свои обстоятельства, вот, у вас свои условия, что называется, которых, ну, которых вы находитесь, вы находитесь в этих условиях. Ну, вот. А мы этих условий не знаем. Кроме того, если у вас есть негативные чувства, да, вот. Ну, я имею в виду платно, к мужу, вот. То есть, если у вас есть на него обида, если у вас есть на него разочарование, если у вас есть еще что-то, вот. Все эти чувства необходимо тоже прожить, потому что они вам будут серьезно мешать, если вы будете, ну, продвигать условно, да, какую-то свою позицию. Если вы будете, так, условно говоря, как-то проявляться. Вот. А вам это будет очень сильно мешать. Поэтому, поэтому, вот, на мой взгляд, вот в таком ключе вам можно ответить. Всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok